Советская переводческая школа. Советская практика переводов, при которой лингвист, знающий тот или иной иностранный язык, говорил сначала подстрочник, который затем превращал в художественный текст профессиональный прозаик или поэт. Советская переводческая школа – явление в своем роде уникальное. Не всегда имея возможность публиковать свои оригинальные произведения, многие талантливые писатели на жизнь зарабатывали переводами. Надо полагать, делали это в ущерб своему творчеству. Качество переводов заметно улучшалось за счет отечественной литературы в целом. Два месяца в году Пастернак работал с переводами, чтобы можно было потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Карил Цветаеву, который, если переводил, то всего строк по 20 в день. В советское время у нас была целая армия высококлассных переводчиков. Переводили на русский язык, на русский языков народов СССР, произведения мировой литературы. Даже известные авторы занимались переводами, поскольку за них очень хорошо платили. Понятно, практически никто не знал национальных языков. Работали с подсрочника. За редкостные умения поэтического перевода платили много. Умевшие создать явления искусства, единицы зарабатывали больше академиков. Переводы обеспечивали комфортную жизнь. Ныне все это в прошлом. Молодые неохотно берутся за переводы. Профессия переводчика умирает. Если переводить что-то, так недостаточно качества. На низкопробный перевод бульварной литературы. Раньше было мастерство перевода, теперь просто ремесло. Приводил со всех языков на суконный. Эмиль Кроткий. Переводчику платят с объема и платят мало. А качество никто не проверяет, никому оно, строго говоря, не требуется. Михаил Веллер. Издательство, купившее права у американских коллег, хочет как можно быстрее издать книгу, чтобы сразу получить прибыль. А скорость, естественно, сказывается на качестве перевода. Чаще всего это коллективный перевод, а он, в принципе, не может быть качественным. За перевод Романа Фадеева «Молодая гвардия» в 50-е годы прошлого столетия переводчику, бывшему директору Института зарубежной литературы, профессору Шуйфу, заплатили 9 тысяч юаней. Он купил на них целую усадьбу в центре Пекина с парком и пристройками. Сегодня за перевод книги мы тоже получаем примерно столько же, но это совсем другие деньги, половиномесячной зарплаты простого профессора в Китае. Переводить ради заработка стало невыгодно, но не прожить на переводы. Стать профессиональным переводчиком сегодня никто не мечтает. В советское время переводчики зарабатывали не меньше самих авторов книг. Не секрет, что многие национальные классики стали известны благодаря талантливым переводчикам. Как считают некоторые представители русской интеллигенции, Расул Гамзатов был сделан русскими переводчиками из письма Юрия Казакова казахскому писателю Абдежамилу Нурпиисову, чью трилогию «Кровь и пот» он переводил яркое тому подтверждение. От кротких записок к длинным анализам произведения, бесконечные вопросы, просьбы уточнить, объяснить, доработать оригинал. Ведь чем талантливый переводчик, тем сложнее ему переводить. Расул Гамзатов после распада Советского Союза говорил, я снова стал поэтом одного ущелья из периодики.